В те годы получил именно рицательное слово «семья». Что вы думаете о Нейне Иосифовне Ельцине, о дочерях Бориса Николаевича Татьяне, Елене, о Валентине Юмашеве? Их роль в событиях тогдашних в России какая? Елена Ельцина, она очень порядочная женщина. Она никогда не езла в эту политику и не езла к Борису Николаевичу. Татьяна, вы сами видите ее, она шустрая такая. Сегодня здесь, завтра там, сегодня с одним, завтра с другим, третьим, четвертым елкой. И везде что-то хотела она получить. Она все время подзуживала Ельцина. А Нейна Иосифовна, она пыталась лезть в дела наши. Однажды она мне, да, я там назначил кого-то, она позвонила мне, говорит, Михаил Николаевич, а что это вы там ставите такого-то человека? А я знаю, что она встречалась в этом, в Генкоме, они встречались. Это вот Марк Захаров, она, потом Волчик и так далее. Они там обговаривали и строили политику, а потом она приходила, Ельцину говорила так-то делать. И она говорит, вот, надо того доставить. Вот, и, значит, я слушал, слушал, потом у меня люди сидели. Я послушал, потом говорю, Нейна Иосифовна, знаете, я хочу вам сказать, как жене президента, ваша задача делать все, чтобы Ельцин не пил, потому что его народ избрал. Вот, и вы должны следить, чтобы у вас муж был вечно чистенький, трезненький и делом занимался. И не ваше дело здесь, больше никогда мне не звонить и так далее. А потом, и все, она просила трубку, да, зарыдала там. А потом я ездил, через два дня, говорю, Борис Николаевич, жаловался, наверное, на Ельцин. Ну, он так, слушался, говорит, да нет, не жаловался, но я понял, что жаловался. Я думал, у меня заорит, там нет ничего. Вот так вот. Как и почему вы разошли, да. А когда уже Вадя там появился, этот, Юмашев, ну, цену-то ему знают все. Ведь он же, когда работал еще в Огоньке, он там ни одной информации не написал, ничего, да. Он заведовал отделом писем у Виталия Коротича. Это был самый лучший отдел Огонька, по сути. Не понимаете, что отдел писем, всегда заведовал отделом писем, подбирает себе такие письма под какую-то тему свою. И потом мазывает. У нас в «Правде» была Татьяна Самонис, потом она была пресс-секторем, знаете она, да, пресс-секторем в службе внешней разведки. Она выбирала, выбирала, потом как мазала по чиновникам, какая вата между верхом и низом, и все это вот топает там. Это очень большой отлично. И потом в «Известиях» также Татьяна Тесс работала, да. Да, да, да. Вот, другие. А это он просто сидел, листал эти, как бухгалтер, да, на этих письмах. Письма, конечно, все и везде нормальные. Просто Виталий разрешал эти печатать письма, а в «Правде» такие письма отправили в Кругом. А так он, ну что же, видите, что они там занимаются этим делом. Это, когда я узнал, что вот этот, эти вышки, которые высотные дома, самые-самые у нас, принадлежат в фильме «Вальтания», да, это Валентин Татьяна, знаете об этом, да? Нет, не знал. Валентин Татьяна, это и Маша, и Валентин Татьяна, да, вот именно. В общем, они на руку-то, как говорится, нечистые. Это самое главное. Скажите, пожалуйста, как и почему вы разошлись с Ельциным? Значит, во-первых, когда я отказался от всего этого, когда я занимался, я занимался своим делом, и когда уже даже какие-то законопроекты, которые нужно было принимать, а те, кто вдруг на меня рассердился, стал их задерживать, да, я шел в Харбулату, это я, надо отдать должное, так это хитро себя ввел, Харбулату, я говорю, вот они там, Ельцинская команда задерживает, а он, ну, не доволен, запустим это все дело, да, вот. Но потом, когда я увидел в правительстве, когда нам звонят, и что в 11 ночи сегодня начинается заседание правительства, и приносят, мы приезжаем туда, она приносит такие пальцы бумаги, они еще горячие, это их откселивает там, сидит команда Джеффри Сакса, и эта команда сидела там, она сидела еще у Чубайса, вы знаете, да, вот, это когда Путин сказал, да, это везде там сидели, да ничего подобного, они везде сидели, она сидела у Чубайса, они писали, они брали какие-то откуда-то законопроекты, нам по распоряжению писали, они еще, там переводы слабые были, видно, что это было не по-русски написано, и нужно было принимать все это, есть, он подталкивал Гайдар тут, вякался, Гайдар, правда, первое время, последнее время, когда я ушел уже, у него с правой руки, с правой руки сидел Авин, и Гайдар все время к нему оборачивался, так он это делает или нет, Авин у него был начальником в школе под Вене, вы знаете, да, институт, и я сам, который создали наши по команде, значит, Андропова и Косынина, и там туда поехал сын Гришани в римский клуб, и римский клуб... Джермен, Джермен Гришани, да? Джермен, да, вот, и он туда поехал, деньги мы заплатили, и туда Бобков Филипп, первый зам Андропова, стал подбирать команду тех ребят, которые не имели, в общем-то, совести, не имели никакого перитета по отношению к родине, они могли хлебе сломать экономики, стране и так далее, он таких, А их всех подобрал КГБ? Да, их подбирал Филипп Денисович, да, вот, и их отправили туда, вот, там же училась Набиуллина, кстати. Интересно. Да, вот, и... Джермен Гришани женат на дочери Косыгина, если я не ошибаюсь, да? Да, на едение, а потому что его отец Гришани, Михаил... Спас Косыгина во время Ленинградского дела. Да, спас его от Ленинградского дела. Это все вот так вот. Вот, и... Ну, самое главное, что, когда я увидел, что это происходит, я стал, как бы, отходить. Потом Ельцин начал мне кое-какие там поручения давать, тогда, потом мне сказал, а вы не пускайте на телевидение Хазбулатова и Русского, да? Я говорю, Борис Николаевич, а как это, не пускать? Это же... Это же люди, государственные деятели. Вице-президенты и руководители. Да. Как это можно? Он говорит, а как вы говорите? Я говорю, давайте дружить. Надо находить общий язык по каким-то делам. Кстати, этого Русского, он ходил все, то предлагал телятник на состоянии правительства, новый какой-то, то еще, я видя, он сказал, он устрал уже от этого безделия. Давайте сделаем представление комиссии по борьбе с коррупцией. Он как раз какой-то доклад писал, позвонил мне, я приехал к нему на дачу. И мы вписали это. И назначили Русского представителем борьбы с коррупцией. Он меня как раз там и начал потом шерстить, что я такой-сякой, да? Когда он начал рассказывать про чемоданы компромата, да? Русского. Вот. И, значит, когда я там решил создать Дом российской прессы, вот он туда притянул. Но дело не в этом, а потом... Потом, значит, я говорю, это невозможно, их не пускать. Вот, вот всегда так, как чуть-чуть вот так, сразу. Я думал, мы в разведку пойдем, а мы не поедем. Я говорю, я в таких случаях не пойду в разведку. Я говорю, Борис Николаевич, вы давайте договоримся. Мы с вами договаривались уже, что мы на разных этажах работаем. Вот, вы летаете, спутник ваш на орбите выше, чем я. У меня такая... И мы не пересекаем. Я свое дело делаю, вы свое. Вот. У нас есть закон, у нас есть правила, как работает министерство печати там, да? Ну и подписывание-то, вы визирование. Я там какие-то дела делаю, а тут не надо. Вот. А сначала-то, знаете, он просил, интересовался прессами. Дом российской прессы я создал. А когда я ему сказал, что нужно создать, он так обрадовался, да. Он же ведь говорит, давайте узнаем мнение людей, когда началось. И я подключил Виталия Игнатенко, ТАСС. И он давал корреспондентам ТАСС задания по всем городам. И они ходили по рынкам, магазинам, слушали, какие цены как меняются. Слушали, что люди говорят. И они присылали ему записки. И он мне присылал. Мне только что-то хотели спросить? Да, я хотел спросить. А последнюю встречу с Ельциным вы помните? Последнюю помню. Значит, мы приняли закон о связи. Я же был представителем комитета по информационной политике и связи. Информационной политике и связи. И мы приняли закон о связи. И мы в этом законе прописали, что правительство не имеет права закрывать никакие дела, кроме тех, у которых есть государственная секретная. Потому что сейчас, видите, не поймешь, куда деньги идут. И ни дома не проверяет никто. Деньги там разворовываются и так далее, и так далее. И масса других постановлений, которые тайные проходят. Ельцин его, этот Совет Федерации принял, подписал. Ельцин это вернул в закон. Я выступил и сказал, что Ельцин вообще готовит, в Думе выступил, готовит у нас базу для создания полицейского государства в России. Да, и мы должны все законопроекты, которые он возвращает, пробивать и проталкивать. И заставил 300 с лишним голосов проголосовать за этот закон. И в Думе пошел в Совет Федерации, и в Совет Федерации еще раз подписал его. И мы отправили Ельцин, она подписывает. Он не имеет права не подписать. А тут он собрал представитель комитета. И мы сели, и я тоже сел на просьбе. И говорит, ну вот такие законы, как комитет наш принял, и я их никогда не буду подписывать. Расстреливайте меня. Это вы что, меня раздеваете там, то-то, то-то? Я им там тоже сказал кое-что. И больше мы с ним не стали общаться. Да.